Комиссия по жилищным вопросам у нас работает очень много лет, с 90-х годов. Когда-то она называлась жилищной комиссией, сейчас она называется комиссией по жилищным вопросам при администрации города Сарова. Ее порядок регламентирован различными нормативными документами, она предусмотрена и законами субъекта, и регламент работы утвержден постановлением главы администрации. Естественно, они рассматриваются все вопросы, касающиеся жилищного правоотношений. Это вопросы постановки на учет в качестве нуждающихся, это принятие решений об участии в различных программ, которые направлены на улучшение жилищных условий граждан, и рассмотрение обращений граждан, каких-то персональных, которые поступают в адрес главы, либо в адрес губернатора, который приходит к нам потом на рассмотрение. Год проходит не менее 20 заседаний. Каждые две недели практически собираются члены комиссии. Состав 13 человек, куда входят представители органов опеки по несовершеннолетним деятям, представители администрации, юридической службы, всех профсоюзов, крупных организаций города. Если вы все не обратили внимание, это РФ и АЦВНЕФ, это муниципальные предприятия, и КБ-50, и депутатский корпус. Три депутата у нас включены в состав комиссии. Все вопросы, все, что связано с гражданами, с улучшением их жилищных условий, рассматриваются на этой комиссии. Решение комиссии носит рекомендательный характер. В случае, когда комиссия принимает решение, постановление уже передается на согласование, на утверждение главе администрации. Сегодня у нас освободилась однокомнатная квартира, и мы рассматривали вариант предоставления семьи из пяти человек очередникам 97-го года, которые стоят 22 года на жилье этой квартиры в дополнение к занимаемой однокомнатной квартире. То есть получается, сейчас семья из пяти человек, где выросла уже дочь и имеет своего ребенка, получит две квартиры для отселения дочери, и другая часть семьи останется в однокомнатной квартире. Сегодня мы заселяли специалистов, прибывших на работу в различные организации города, и в том числе мы заселяли студентов иногородних, которые приехали учиться в наш город. Мы заселили сегодня двух врачей, которые будут работать с КБ-50, воспитателя, который будет работать в детском саду-15. Обращаться необходимо в КУМИ-администрации, первый этаж, вход со стороны улицы Дзержинского. У нас есть разные виды жилья, разные виды помощи, разные виды дотации. Именно поэтому, если есть вопросы, можно прийти, у каждого специалиста есть график приема, и уже даже по направленности работы специалистов понятно, чем мы занимаемся. Субтитры создавал DimaTorzok